всем привет сегодня 1 января 2021 года поздравляю вас с наступившим новым годом желаю вам счастья любви и самое главное здоровья ну и конечно же временно наше любимое хобби мы приехали на район здесь у нас очень хороший парк и также море я вам сейчас покажу какая у нас здесь природа погода сегодня очень тепло плюс 18 и мы выбрались прогуляться выпить чашечку кофе конечно карантин все закрыто но тем не менее хотя бы немножко погулять и порадоваться хорошим солнечным дням поэтому приглашаю вас на прогулку я здесь не была уже очень очень давно может быть год даже больше это далеко от нас редко приезжаем здесь получается на самая точь южная точка отеки и здесь всегда теплее на 4 градуса вот даже зимой на 4 на 2 градуса зависимости от ветра вот я из дома выехала в такой теплой куртке а здесь взяла без рукав потому что здесь очень жарко и тепло вот такой здесь пляж летом конечно здесь много людей здесь очень большая кафешка уютная и вообще здесь очень атмосферно обожаю обожаю этот парк эти пляжи сейчас стало такое место чтобы солнышко не позволяло не заснять для вас это море всю эту красоту сожалению запахи передать невозможно через камеру но вот хотя бы немножко солнышко немножко вот таких вот ярких зеленых красок особенно для тех кто живет северная часть и в северных регионах где очень холодно вот для вас и я снимаю и передаю вам всю эту красоту так мы сегодня без собаки собака после охоты устала отдыхает но мы сейчас будем гулять и я конечно покажу вам все 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 всем привет из солнечной греции с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня 1 января 2021 года поздравляю вас с новым годом с наступившим желаю вам всего самого хорошего здоровья и счастья любви и добра и у нас праздничные дни выходные дни и конечно же в эти дни мне хочется порадовать себя новыми процессами немножко пошалить я закончила недавно мою миробилию очень много времени и сил она у меня заняла и теперь мне хочется пошалить сделать несколько стартов и и первым стартом у меня будет еще одна миробилия которая называется у нас рождественское как бы украшение рождественское украшение как-то так называется размер ее в кресиках 210 на 270 вот много здесь ниточек очень много бисер креник в общем будет тоже очень красивая красивая миробилия вставлю вам картинку меня нет показать вам распечатанный поэтому ставлю картинку вот она у меня стоит в планах на этот год и пользуясь тем что сейчас такое настроение еще в общем-то новогоднее праздничное я хочу ее сейчас начать потому что подготовка всегда требует много сил вот и сейчас перематываю недостающие ниточки склеила схему она у меня сейчас подсыхает ткань я уже погладила и обработала края так она мне здесь тоже рядышком вот она тканюшечка это очень красивый лен пермин не по ключу но вот такой отрез у меня нашелся и он в принципе сюда мне кажется очень хорошо подходит я одни точки выкладывала все красиво смотрится и это основан на каунт больше вот смотрите это 28 каунт а и вот номер цвета ключу у нас идет 16 каунт но моя будет побольше моя будет размером куда я уже убрал этот листочек свой я уже здесь считала моя будет размером 38 на 49 сантиметров а если на шестнадцатом каунте и и вышивать то она у нас получится где твой размер сантиметрах не вижу пока в крестиках здесь вы чарку я не знаю как это перевести вот ну моя будет в любом случае чуточку побольше но размер нормальный 38 на 49 это такой хороший размер отрез у меня здесь 50 на 70 я начну где-то снизу сделаю небольшой отступ и начну вышивать на этой основе цвет красивый такой очень нежно ближе к бирюзовому я не знаю как его правильно описать очень деликатный обработала я края лаком для ногтей я всегда так делаю это тоже очень-очень удобно лак высыхает и при стирке он не повреждается и также утюгом можно гладить ничего не прилипает но я стараюсь прям по углам не наглаживать лак если прогладить аккуратно то в принципе ничего не прилипает процесс скорее всего будет у меня идти долгое время поэтому обязательно края я обрабатываю и эту основу я буду натягивать на раму к сожалению придется мне убрать мои зимние радости ненадолго я уже так свыклась к этому процессу уже втянулась но все равно сниму с рамы так как здесь смарт я еще не починила поэтому буду устанавливать эту снова на раму она широкая поэтому ей нужно обязательно широкая раму на 60 сантиметров вот такие у меня здесь идут подготовительные процессы домотаю сейчас нитки и начну делать первые крестики у меня прям знаете к волнение внутри как будто это что-то такое особенное не знаю почему даже посмотрите сколько ниток очень много и вот еще добавочные я надеюсь поместятся должны поместиться в эту коробочку я принесла сюда и побольше но решила все-таки поместить эту маленькую коробочку все необходимые остающиеся ниточки все завершаю процесс подготовки и уже покажу вам мои первые крестики сегодня вторник 5 января и хочу показать вам продвижение по моей миробилии md24 праздник рождества наверно так правильно переводится я точно вот крамотно не смогла перевести правильно то хорошо знает английский подскажите как она в адаптации русского языка переводится christmas так и что у меня здесь значит вышивала я эту миробилию несколько дней и посмотрите какой большой участок мне удалось вышить буквально за несколько дней до основа крупного каунта соответствует 14 это у нас равномер очка как я вам показывала и впечатление о данной основе самый самый положительный вышивается легко считать переплетение легко крестики и сами укладываются схема здесь и простая понятно такими крупными участками все вышивается быстро продвигается поэтому процесс захватывает и невозможно остановиться и знаете мне не хотелось бы останавливаться но у нас последний месяц и идет совместного проекта я конечно хочу уделить время моим основным процессом мне хотелось попробовать понравится мне это основа не понравится не знаешь пока не попробуешь и знаете вот эти дни я просто с удовольствием вышивала эту красавицу здесь у меня вышито я даже не знаю сколько точно по крестикам но около трех тысяч точно я уже вышила вот этот листик я полностью вышила и уже перешла на соседней здесь тоже уже повышевала я схему скачала с интернета вот и вышиваю по бумажной схеме мне так просто и удобно а тем более что здесь схема ну очень простая здесь уж нечего как бы решить на схему материалы все я собрала я вам показывала что я сижу и перематываю ниточки посмотрите вот целая коробочка у меня ниточек вот мой вспомогательный листик с значками покажу вам как я организовала мои бленды да здесь есть и бленды сколько здесь раз-два два бленда вот вот так отдельно на бобинку значок и остаток ниточки с иголочкой тоже сюда вставляю я решила делать такую организацию здесь оставляю иглы потому что вышиваться этот процесс будет не как основной и мне не хотелось чтобы все это пылилась а вот так на бобиночках в принципе удобно для таких процессов которые вышиваются не каждый день это удобно а то что вышивается каждый день конечно на там нужно уже развешивать на органайзере чтобы не заниматься от мотал замотал вот и покажу что у меня с белыми нитками здесь нужно две пасмую 2 2 ма . простите 2 ма . вот и оказалось что моих запасов белый цвет практически закончился но обычно я белый черный не покупаю всегда их много остается от разных дизайнов и покупала раньше я их много сейчас посмотрела белый цвет уже закончился ну вот я нашла несколько таких вот неполных бобиночек плюс еще с какого-то процесса у меня осталось вот так вот столько много белого я думаю что мне хватит вот посмотрела что это все белый вот ну в принципе вот такой у меня здесь момент здесь что я буду сейчас делать я буду переставлять основу вам показала похвасталась очень красиво постараюсь показать вам еще чуть 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 поближе мои первые продвижения вот такие у меня здесь крестики красивые ровненькие какие цвета шикарные знаете я прям предвкушение мне так интересно и выжить посмотреть как получится и работа должна быть большая я посчитала ну по калькулятору основы посчитала по моему на стич су так как я вышиваю на двадцать восьмом каунте и размер у нас здесь 210 на 270 то у меня должно получиться 38 на 49 вот я хочу проверить получится вот такой размер может быть здесь что-то не состыкуется ну вроде бы вот так должно получиться вот такие у меня здесь новости я очень рада что я себя порадовала новым процессом новым стартом это знаете очень классно захватывающе ну что возвращаюсь к моему дименшинцу буду работать и показывать вам что же у меня там и как продвигается и так я переставила уже основу поставила свой дименшинс освещение сейчас обычная от лампы потому что вечер и не знаю как вам будут передаваться все краски но на камеру смотрю все так ярко так хорошо даже показывать моя камера и так что у меня здесь и какой у меня план работ предстоит на ближайшее время я себе ставлю в планы вышить и конечно же вот этот вот участок здесь немного потому что здесь много полукреста он вышивается легко нет каких-то мелких элементов но потом на всем этом участке вот здесь нужно будет вышить и бэкстич а бэкстич здесь цветной конечно же не простой так как это год коллекция будет на чем поработать но я надеюсь что до конца недели я все-таки справлюсь с этой задачей и до вышиваю необходимые здесь все какие-то элементы и буду уже перекручивать основу это значит будет такой очень для меня значимый момент когда вышиваешь такой большой участок здесь почти будет половина работы чуть чуть меньше может быть процентов 45 и я буду перекручивать основу переходить уже на новый этап буду склеивать схему это конечно же очень будет волнительный такой момент буду стараться чтобы мои планы осуществились вот камеры боится не хочет итак сегодня 7 января четверг поздравляю всех с рождеством кто отмечает седьмого числа мы отмечаем 25 уже отметили ну а я хочу показать вам свои продвижения по моему дименшинсу зимней радости и вот со вчера я все-таки до вышивала этот участок где у меня был пробел уже поздно вечером делала последние стежки крестики полукрестики вот здесь наверху и как видите у меня тут целый отряд таких вот моточков припаркованных ниточек которые ждут конечно же нового ряда и нужно будет кстати сегодня мне склеить схему подготовить уже на следующий ряд чтобы она подсохла и я буду уже может быть завтра послезавтра перекручивать основу потому что сегодня все-таки меня ждет бэкстич времени у меня немного повышевать сегодня часик полтора я наверное весь бэкстич не успею вышить но хотя бы начну и завтра до вышиваю очень интересно видеть как с бэкстич чем будет смотреться вот это участок где здесь птички фазанчики хочу их прям выше теперь очередь и полюбоваться посмотреть какие они получатся вообще работа смотрится очень выглядит очень яркой она и смотрится объемной ну и на ощупь тоже на очень объемно приятно дотрагиваться к этим стежкам все это знаете такое объемная очень очень приятно на яркая интересно работа и кстати вышивается очень легко смело беритесь не даже не переживайте вышивается легко очень интересно и я конечно же в предвкушении у меня прям так ручки чешется как мне хочется вышить бэкстич и скорее скорее перемотать основу приступить уже к следующему уровню моей схемы у меня уже здесь начались какие-то строения вот здесь вот и красненьким я чуть-чуть повышевала там и полукрест и крест много было смешение цветов не так по крестику по два и парку ниточку потому что основного основной рисунок будет вышиваться уже в следующем уровне вот такая у меня здесь красота я просто очень-очень довольна своим результатом ну все отправляюсь дальше вышивать итак сегодня утро воскресенье спешу снять этот фрагмент показать вам как продвинулась моя работа ну и конечно же приступлю к монтажу чтобы успеть смонтировать видео и выложить я думаю уже в понедельник и итак что не удалось выполнить ну я занималась бэкстича и почти весь бэкстич на этом участке я вышила но я вышел вот здесь много разного бэкстича вот здесь единственное что я не до вышивала бэкстич вот здесь вот на заборчике меня просто уже не хватило сил и я решила оставить этот участок на потом чтобы знаете не набить оскому на бэкстич и вообще уйти от этой работы вот здесь я буду вышивать может быть сегодня чуть-чуть выше еще бэкстича и так же вот на это у нас что здесь какой-то сноп какой-то сено под снегом и здесь тоже будет много бэкстича я его не вышила потому что часть крестиков у меня находилась на другом уровне и я решила до вышиваю полностью и уже конечно же здесь вышьем бэкстич также я чуть-чуть уже поднялась наверх склеила себе схему и приступила вышивать уже следующий уровень кстати у меня здесь четыре листа почему-то я думала три но четыре листа поэтому работы предстоит еще конечно что мне на этом участке здесь вышивались вот такие красивые пушистые елки они вышиваются в принципе легко но сложение в пять шесть и в три нитки дает конечно о себе знать и процесс идет медленно потому что ну невозможно делать быстрые эти движения руки махать ниткой и с иголкой нужно потихоньку протаскивать укладывать эти стежки все-таки 18 каунт очень такая получается плотная зашивка переставила камеру поближе чтобы показать вам этот участок как он выглядит а вот они эти пушистые елочки участок такой знаете непростой по объему и здесь плотная зашивка конечно сложно было даже закреплять ниточку с обратной стороны ничего потихоньку 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 отшивается работа нравится мне также вот этот участок уголок тем что здесь очень красиво передано то как падает свет от закатного солнца по поводу птичек у меня здесь остались вопросы но вот это мне кажется что это все таки птичка вот это я не знаю что бэкстич здесь все полностью выполняла ну вот получилось то что получилось может быть это какая-то тыква забытая я даже не знаю что там должно быть но вот это не похоже на птичку потому что здесь есть как бы хвостик хотя может быть это тоже какая-то забытая тыква и здесь какая-то палочка рядом лежит но в общем не осталось непонятным этот маленький фрагмент что это за два ярких пятна и дальше что а у меня здесь начинает врисовываться уже первое строение здесь будет какой-то домик вот мы видим на заднем платье там деревья ну в общем что-то такое интересно уже начинает проявляться ну конечно же сегодня постараюсь выполнить еще немножко бэкстича и дальше приступлю к отшиву этой работы что у меня по схеме по схеме у меня получилось вышить где-то полторы тысячи стежков за эти дни вот ну я так себе схематично отмечаю какие-то блоки и дальше я планирую вышивать идти вверх я не буду идти потому что но чуть-чуть выше еще верхних каких-то крестиков и буду идти в сторону чтобы не сильно перематывать основу а здесь у меня с этой стороны что ага здесь будет домик вышиваться и часть церквушки ну что уж пожелайте мне удачи следующей вышивальной недели мы с вами увидим что у меня получится на рождественские праздники от нашего друга у которого строительная фирма мы получили вот такой рождественский подарок это такая большая наверное кожаная ну или под кожу корзинка в которой было стандартно для греции наполнение это фрукты по сезону оливковое свежее масло и шоколадные конфеты эта корзиночка мне очень понравилась потому что она объемная есть хорошая здесь высота красивая такая удобно тоже кожаная ручка ну бантик это для красоты но самое главное сюда отлично помещаются наборчики видите я сначала хотела сюда сложить мои наборы для хранения но потом подумала что такая корзиночка мне нужна для того чтобы хранить здесь все мои планы и теперь она стоит под моим рукодельным столом знаете так удобно заглядывать пересматривать что я сложила в эту корзинку ну и так как я туда часто заглядывала я не удержалась и у меня произошел один старт но идет еще одна подготовка я хочу с вами поделиться этими процессами так маленький старт который у меня случился ночью я вышивала мой Dimensions и вы знаете у меня часто такое бывает вышиваешь и вышиваешь и вот ночью в какой-то этап хочется что чего-нибудь такого другого вот именно чего-нибудь такого другого либо начать либо что-то организовать и либо чего-нибудь накупить ну вот от накупить я себя удержала а от чего-нибудь такого не удержала ведь корзиночка теперь стоит рядышком я руку туда запустила и вытащила вот такой милейший наборчик это лунный эльф неокрафт размер 10 на 15 сантиметров дизайн антоновой валерии по мотивам рисунка джеймс браун вот такой вот миленький наборчик у меня был запланирован и я сделала первые мои крестики ну так как дело было ночью на большее меня не хватило вот и у меня появляются здесь очертания луны вот здесь у нас линда 27 каунта от Цвайгард и ниточки сейчас я вам покажу какие у нас входят в набор здесь есть металлик и вот такие ниточки сейчас я подложу в картоночку вот так вот здесь у нас 15 цветов 15 цветов очень красивые нитки их немного по количеству ну вот синеньких конечно побольше а других там по одной пасмочке они просто перекинуты не закреплены я стараюсь вышивать аккуратно так как процесс маленький я думаю что не нужно делать какой-то особой организации вышивается значок дошивается ниточка и все не нужно не парковать ничего особенно организовывать вот такие красивые у нас здесь ниточки планшетка тоже хочу обратить ваше внимание какая симпатичная здесь такие вот совушки прекрасные это мой первый набор вот неокрафт я как-то не вышивала раньше и также здесь у нас наборчики были вот такие украшения положить здесь у нас луна сейчас луна и звездочка вот так золотые будут пришиваться так звездочка на шапку а луна куда пришивается непонятно а в центр так не вижу в центр луна пришивается вот такой вот у меня вышивается лунный эльф но это у меня процесс будет такой по ниточке когда вот я что-то жду пять минут каких-то с кофе или как-то буду вышивать по ниточке и я думаю что потихоньку он так вот и вышивается незатейливо без особых каких-то без особой концентрации на него времени планов он будет потихоньку вышиваться так ну это не все у меня еще тут начался подготавливаться процесс и еще один процесс который я решила организовать это подарок и очень любимый долгожданный кстати набор фирмы джанлин это у нас четыре сезона птиц ну как-то так называется размер работы 18 на 10 это в инчах в сантиметрах примерно 25 на 15 если я правильно помню вышиваться должен на аиде 14 каунта но я здесь сделала замену это набор у нас 2007 года вот покажу вам картинку и я открыла этот набор не хотела посмотреть поизучать материалы схему и очень хорошо что я решила сделать подготовку этого процесса подготовка шла не за один день а за в течение недели по 20 минут по 15 минут я уделяла этому дизайну чтобы можно было именно подготовить все материалы и организовать нитки я здесь во-первых сделала замену на ткань у меня была по ключу здесь аида но на аиде я не хотела вышивать я сначала планировала на линде но так как у меня появился кусочек такой хороший отрез от тканей обельхорн соответствует 14 каунту это по-моему ева если я не ошибаюсь уже не помню и я померила отрез какой мне необходима для этой вышивки отрезала такой кусочек у меня получился большой но я не буду открывать нет смысла он не поместится здесь в кадр вот даже серединку определила значит ткань я уже подготовила для этого процесса дальше у меня был этап подготовки ниток нитки у меня были на вот этой планшетке просто перекинутые через ячейки вы видите здесь нет ни номеров ни обозначений ничего и в инструкции написано что нитки развешаны на планшетку в соответствии ключу по порядку так я найду сейчас быстро этот ключ иду вот у нас ключ и вот как по ключу указано так на планшетке развешаны нитки но я посмотрела по ключевым цветам которые легко определить там белый черный какой-то может быть темно-зеленый ну так оно и есть и под этот процесс я решила организовать выделить рвеназер пака потому что здесь у нас 35 цветов 37 36 уже не помню сколько цветов но больше 30 вышивка у нас идет в крест полукрест есть бэкстич 6 цветов еще какие-то стежки французский узелок вот ниточки здесь красивые яркие я понимаю что это ниточки дмс но так я поняла по описанию ключа пишет производитель что могут быть и не дмс но я так понимаю что это дмс ниточки очень красивые показывать на ткани чтобы вам было понятно вот такие красивые ниточки их здесь немного ну и дизайны небольшие в принципе вышиваются 4 небольших миниатюрки мне кажется на этой основе должно быть очень интересно ну я хочу попробовать там посмотрим уже как будет получаться первый раз буду вышивать на этой основе немножко мне боязно ну попробую попробую а там посмотрим дальше что у меня здесь было ну с нитками я разобралась я уделила время несколько дней на разбор ниток на написание значков на пока все я уже здесь подготовилась ниточки все окей дальше я стала рассматривать схему и когда я взяла ее в руки я поднесла ее к своим глазам и стала наводить резкость очень мелкая схема и бэкстич есть местами такой нечеткий либо перекрывая значки здесь есть три четвертые креста я вижу в общем схема мелковата я смотрела смотрела и знаете просто было ужасе как я буду вышивать по такой схеме я конечно совсем могу справиться не вопрос но в данном случае это наверное затруднительно потому что есть такие места где бэкстич перекрывает три четвертые креста и нужно будет прям вот присматриваться какой там значок на вот здесь в этом уголочке вот вот и я решила поискать схему для кростить сага я ее нашла и скорее всего этот дизайн я буду вышивать по кростить сага я начну попробую если мне понравится значит так и будем продолжать ну здесь у меня скорее всего нет просто другого выбора потому что здесь есть такие места это просто вот испытание до вышива сейчас посмотрите вот тут вот три четвертые креста разные значки смешанные плюс сверху такой непонятный бэкстич которые все это перед глазами сливаются значки вот все это меленько меленько камера еще как-то увеличивает на самом деле очень мелко вот поэтому я буду вышивать по кростить саги если уж мне станет как-то не комфортно я перейду на бумажку вот такой у меня процесс он пока подготовлен я не знаю когда буду стартовать сейчас у меня в планах стоит повышевать еще мой дименшенс зимней радости я хочу продвинуть эту работу ну а может быть там к концу недели когда я уже выдохнусь я возьму и сделаю какое-то начало конечно не буду сейчас делать упор на другие процессы но мне хочется понадкосывать у меня такое настроение поначинать почему-то я соскучилась именно вот именно за стартами у меня такое настроение сделать старты много стартов вот поэтому буду вышивать буду держать оскурси как у меня идут процессы как у меня здесь все развивается так же я себе завела вот такой маленький блокнот вот такой маленький блокнотик для организации недели да а я его использую для того чтобы видеть как у меня продвигаются мои процессы просто пишу что я вышивала и и все там не меньше зимней радости вышивала бэк или просто вышивала тут у меня старт наукрафт эльф вот так потихонечку буду вести свой блокнотик интересно понаблюдать за вышивальными и не вышивальными днями он у меня стоит здесь рядышком на рукодельном столе мне нравится что маленький я могу его взять и сразу сделать какие-то отметки заметки ну вот такие у меня новости на этой неделе на этом у меня все желаю вам хорошего настроения до новых встреч всем пока пока до новых встреч до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok до новых встреч до новых встреч до новых встреч